Welcome, welcome! Я так понимаю, эта игра будет тоже чуть-чуть позади идти от лайф-времени. Мы загрузились уже в партию номер два, пропустив бан и пики, и S.O.F.M. играет теперь на Казиксе. Сужу у нас опять будет на красной стороне, но играет на этот раз Олафа. И вот Олаф с Джейсом — это уже другая совершенно комбинация. Олаф с Джейсом, Олаф с Урготом, Калиста с Грагасом. Так что, ребят, те, кто там, мои баннеры, мои модеры, спойлеров тоже баньте. Потому что, я так понимаю, здесь сейчас идет партия где-то на три минуты позже, чем от прямой трансляции. Но бегать сейчас, искать прямую трансляцию не будем. Будем уже комментировать то, что нам стримят в ЛПЛе. Ставочники... Бывает, бывает. Пострадали, но бывает. Что поделать. Давайте я просто бан и пики пока обсужу, что у нас получилось. Акали в патче 9.2 все еще дико сильная. Она побеждает Ургота на линии, вы это знаете. И дальше его тоже сноуболит довольно неплохо. Но есть проблемная линия — это Лиссандро против Джейса. Тяжело будет Лисе здесь стоять. 11-ая минута, говорит Акафис там. Ну, даже 11-ая уже минута. СОФМ у нас играет на Казиксе против Олафа. Он его явно аутскелит, но проигрывает в начале игры. И на ботлейне гипотетически Грагас с Калистой не должны вроде как проигрывать Эзу с как раз-таки Галлио, который играется. Значит, у нас вот что получается. Команда РВ должна иметь лейнинг-фазу преимущества. Прошу прощения. Что-то Икота появилась. Так вот, РВ должны иметь лейнинг-фазу преимущества. И РВ также, я считаю, должны иметь мид-гейм-преимущества. Вот где-то, да, 56%. Так оно и есть. 56% за команды РВ. Лейнинг-фаза. За РВ где-то почти 60% я бы отдал мид-гейм-фазу. А вот лейт я уже за ними не отдам. Почему не отдают за ними лейт? У них слабая декерри. Он слабее, чем Эз. У них аутскеллится аж целых 3 чемпиона. Помимо вот этого, получается, адекерри. Это проблема. Ваш лейтсник слабее, чем Казикс. Будет ваш топ-лейди слабее, чем Акалия. Патч 9-2 будет. И у вас нет физического, магического урона. У вас только физический урон. Соответственно, и Лиссандра будет себя чувствовать великолепно. При этом же команда РВ не имеет права собирать только магическую защиту. Учитывая, что там Акалия, Лиссандра, Эс, Галлио. Можно было только магическую защиту собирать. Но Казикс тогда всех съест на карте. Просто без шансов. Почему Грагаса начали на роль поддержки брать? А его берут только в специфичных матчапах против Алистара, против Галлио, против Шена. Вот еще я видел. Дело в том, что он своей Ешкой... Во-первых, у него сустейн хороший на линии за счет своей W. У него есть паук за счет кушки. У него есть ульта, которая, в общем-то, саппорт типа ульта. Разбрасывать игроков вокруг. Давать подкидывание по ним. И его Ешка через Флэш это тоже инициация, как и у Алистара. Комбинация через Флэш WQ. Ты это знаешь наверняка. Ну а вот что касается его же, собственно, Ешки. Что она делает? Она делает, ребят, не просто так урон, а она еще блокирует врывы оппонентов. Почему считаешь Колисто слабым Адакири в Лейте? На ОПГГ, например, она стабильна топ-3 винрейт после сороковой минуты. Потому что, ну, она не делает то, что делает должна обычная Адакири. Потому что она выигрывает там. Ну, она скилл на топе образовался. Так вот, во-первых, я не знаю, как ты там так статистику посмотрел. Она не может быть в топ-3. Ну, она реально не может быть в топ-3 никак. Соответственно, надо будет просто мне потом просмотреть эту статистику. Я схожу по своей собственной таблице, которую я создавал, оперяясь как раз-таки на статистику, которую ты сейчас вот посмотрел. Ну, вряд ли предметы что-то и были изменили. У нас здесь Хуатяна делает Олен Мата. Мата его неплохо избивает. И как-то странно, что Джейс чуть было не умер у нас от Лиссандры на линии. Хотя перед этим он плюс 13 фарма сделал. На топе Ганг, видите, успешно от Казикса зашел. Я думаю, он даже приходил Олафа убивать. Но Олаф так туда и не пришел. В итоге Казикс решил сделать убийство. Так вот, Каллиста. Главная цель лейтгейма выхода Керри – это убивать фронтлайн. Причем убивать с нескольких автоатак. Это работает классно. Процентный урон чемпионы, либо чемпионы, которых чуть-чуть усилишь. И они просто начинают разрезать противника своими какими-то дополнительными пассивками. У Каллисты нет таких пассивок. Ее главная сила в том, что ее сложно убить в лейтгейме. Но какая разница, если ты не наносишь урон? Она просто не наносит того урона, который нужно. Да, ее сложно убить. Я это не отрицаю. У нее адовый отхил. Она прыгает, она скачет, она кайтит тебя. Но ты убиваешь просто всех вокруг, и потом убиваешь ее. Когда с обычным адекери, так это не работает. Пока ты будешь убивать всех вокруг, он убьет тебя и всю твою команду. Поэтому и является это. То есть Эз, например, в лейтгейме на голову будет ее сильнее, если он сможет по ней провести фокус. А здесь с фокусом не будет у него проблем, потому что у него спереди будут стоять не такие пятитысячники, как это обычно бывает. Ну, то есть здесь только Ургот может быть пятитысячником, чемпионом, который там пять тысяч здоровья себе соберет. Киев самостоятельный адекери. Ну, под самостоятельными я чаще всего отмечаю Люциана и Эза, ну, потому что у них хорошая мобильность и хороший кайт. Каллисту сложно назвать самостоятельным из-за того, что у него нет прыжка номинально никакого, кроме как дать автоатаку по противнику и отпрыгнуть. Можно еще к самостоятельным отнести какую-нибудь Северку, потому что у нее есть свой собственный щит и довольно высокое ускорение Вейн. Потому что у нее есть невидимость и кувырки Кайсу можно к самостоятельным отнести. Но, опять же, это все такие сравнительные самостоятельности. Самый самостоятельный адекери это всегда Эз, он вообще, ему ничего не нужно. Как бы дайте мне предметы, и команда у меня может быть самых бомжей из бомжей. Я сам буду играть. Но это не означает, что вы будете всегда выигрывать, это просто будет означать, что вы будете наносить тонну урона и так далее. Все равно один в пять вы не выиграете матч за Эза. Ему урона просто не будет хватать на всю команду. Все равно до вас доберутся в конечном итоге. Ну, или не доберутся, но тогда вы чуть меньше урона нанесете, потому что будете пытаться отбегать постоянно от противников. Атака у нас пока 1-0 в пользу команды СС и РВшники. Скажи, а почему Твича не играет? Он же монстр. Согласен с тобой, что Твич монстр. Я думаю, это связано с игроками. Сами игроки, которые на роли адекерия бегают. Дрейвена тоже не играет, обрати внимание. То есть, что вот в соло-ку, сам себе задай вопрос. Вот у меня, я, например, игрок, если ты не адекерия, ты для себя задай вопрос. Я игрок. У меня Эз на ботлейне. Какого чемпиона я буду бояться больше всего, что у противника окажется на ботлейне? Дрейвен. Ответ будет твой. Дрейвен. Ты будешь бояться Дрейвена. Ты будешь бояться, что он раскормится. Но его не играют здесь. А почему? Потому что все дрейвен-мейнеры в Европе. И там его все боятся. И там его все банят. Ну, там кто-то говорил, что Джеки Лау тоже дрейвен-мейнер. И пару раз, наверное, против него тоже банили Дрейвена. Это же касается и Твича. Мы все боимся Твича, но при всем при этом мы все понимаем, что на Твиче не так много людей, которые на них играют. Я думаю, даже если статистику взять соло-кушную, мы увидим там каких-то 2,5% игроков на Твиче. Ну, это слишком мало. А если взять Хаэлло, там вообще практически нет ни одного игрока, который играет на Твиче. Они просто не играют его. В этом проблема. А когда ты его не играешь, то как ты можешь показать хороший уровень игры на просто, если ты его не играешь даже в соло-ку? Тем временем, пока я тут это все на прохладной истории вам рассказывал, мы подошли к девятой минуте игры. И лейнг фаза медленно идет, как говорится, к своему апогею. Но вот апогей будет, походу, на бутлени тавер-дайвом, потому что вышка уже наполовину убита. Асура или Азура вместе с Маэстро побаиваются. И все они в Корее Твич-мейнер. Ну, кстати, да, Твич-мейнеров можно отметить парочку корейских адекерий. И причем один из них, например, Дэвт и Пиглит, даже два, получается, тогда они уже находятся в Америке. И в Америке им никто не дает на Твиче поиграть. У нас здесь все же произошел этот тавер-дайв. Такой-то ложный был вроде тавер-дайв сначала от команды РВ. Отошли Азура вместе. Азура, блин, я не знаю, как его называть. Буду Асура его называть, как раньше. Асура, короче. Вместе с Маэстро. Потом увидели, что противник вроде как даже вышку не добивает. Вернулись под вышку. И тут бах! Их все равно за тавер-дайвили. Два убийства заработали. Хорошо используют РВ, свою макро-чемпионов. Они знают, насколько они сильны. И вот 9-ая минута 55-ая секунда. Я так понимаю, СОФМ хочет в Соло забирать этот объект. Килуа остался такой демонтажом. Вышки занимаются. Снимает он все же еще 80 золота для себя и Вуджу. И все это таро плотно. И все это таро из этих двух киллов. Даже отфлэшился. Увернулся от Грагаса. Но все равно инициация вместе с Калистой сработала. Эзу никто не нужен, кроме Тарика. Возможно. Что там с Казиксом? Кстати, вот Джейс начинает зонить. А у нас там Акали пыталась в этот момент зазонить Ургота. Очень мало здоровья у Казикса. Он делает улын. Что? Почему? СОФМ, это был не самый лучший ход в твоей жизни. Однозначно могу сказать. У него оставалось, ребят, меньше 20% здоровья. Его бьет Геральтка. У него есть флэш, ульта и прыжок. Два варианта действия. Ну, ладно, три варианта действия. Дорабатываем до конца Геральтку с ценой моей жизни. Убегаем просто, бросаем Геральтку, что самое правильное действие. Ну, не получилось. Нас переиграли здесь. Осознали, что я собирался делать. Противники. И третий вариант. Я делаю улын, но умираю просто от Джейса. Окей. Почему он выбрал ворваться в Джейс? Ну, никогда в жизни бы его там не убил. У него нет предметов, чтобы его убить. СОФМ просто сейчас ворвался и отдал килл на Казиксе. Ну, сейчас воскрес. Снова бегать ставит Пинкварт. У нас Хуатян делает улыд, но рядом Олаф. И прыжочек идет по Хуатяну. СОФМ делает убийство, но Олаф за ним гонится. Ждет, пока тут вылезет из инвизы, зарабатывает убийство. И топор не поможет. Фландре, все же прилетевший сюда, сильно, как бы говорится, меняет положение дел в этом сражении. У нас, видите, Жаюн, он то ли телепортацию недавно тратил, то ли что. Короче, он не мог сюда прилететь, помочь. А Килуа делает инициацию на бутлайне. У Асуры нет никакого эскейпа. В прошлый раз он тратил свой флэш. Сейчас пытается на Ешке попрыгать от Калисты. Но ничего у него не выходит. Его просто опять ловит и убивает. 3-5 становится счет в этой партии. Полторы тысячи преимущества. СС нужно как-то игру эту остановить. Остановить эти убийства по карте, которые идут. Да, с одной стороны, они сейчас заработали для Казикса убийство. Но с другой, они подарили килл еще и Олафу. То есть, это был размен 2 в 1. С натягом могу сказать, что это хорошо. Потому что в этот же момент на бутлайне у них ребята погибли. То есть, лучше бы бутлайну, может, помочь было. Просто все это идет совсем не так, как нужно. Потому что сноуболл будет слишком большой. А медгейм все еще есть у команды РВ. И ничего не поменялось. Но хорошая у нас здесь статистика у Фландера. Помните, я вам говорил, что Акали в патче 9.2 побеждал Ургот. А, кстати, любопытно. Ха, любопытно скрестить двух этих антилидеров в патче 9.4. И посмотреть, кто же из них сильнее. Кто-нибудь там, зайдите сейчас в статистику на U.GG или League of Graph. Ну, и League of Graph, давайте так скажем. Чтобы две статистики у нас было. У нас начинается инициация. Галя приземляется. И подкидывается. Акали делает убийство. Пытается Хуатяна убить. И убивает его. Но его в ответ, конечно же, тоже снимает Жайонг. Ну, а Казик с тем временем доел там Олафа. 6-6 становится счет. Правда, вышка наполовину упала на миде. Дракон апнут. И надо Дрейка, конечно, забирать. Небольшой камбэк организовала команда СС. А я хотел по пащу 9.4 определить, кто из них все еще сильнее. Акали или Ургот. То есть Ургот потерял свою танковость. Потерял свой КДР. А Акали потеряла свой отхил. Чой бы не умер здесь, да. Чой, может быть, даже здесь не умер. Глубоко слишком зашла команда Эрвей. У них не было Ургота сразу. Из-за этого, видите, Фландер, Флэш. Ульта по двум игрокам. Минус сразу же Калистый. И потом минус Джейс. По сути, она двух Адекерий убила. Два Адекерий сразу были срезаны с карты. И у него становится статистика уже 2-1-2. Правда, не так уж и много. Денег у него преимущество, я думаю, над противниками. Даже английские комментаторы с этого поулыбались сейчас. Они как будто слушают наши с вами разговоры. Кто-то, кто не слышал, они сейчас сказали, если бы вы задали вопрос, кто лучше играет на Акале Чави. Ну, Чови. Мы его Чови называем, они его все Чави называют. Чави либо Фландре, то, возможно, ответ был бы в этой игре. И сразу же второй говорит, очевидно же, что это Фландре. Да нет, ребят, по-моему, это не очевидно. По-моему, как раз таки то, что делает Чови на Акале, даже близко не делает здесь Фландре. Но, с другой стороны, 2 кила заработал. Ну, перефармил жестко Ургота на топ-лейне. Но будем смотреть дальше за этой партией. По золоту есть преимущество, все еще команду РВ. Дракона, правда, они потеряли. Правда, это Ocean на Ocean. И третий Ocean, это то, что, наверное, вы никогда не хотите видеть, когда играете мид-гейм с этапами. Китайцы какие-то проблемы с пробелом. А, ты про Ники то, что... Никнеймы у нас действительно здесь слитые. Слитно все написано. Они, кстати, видят Сужу. Сужу! Ксюша, беги! Ой, хорош! Рагнарёка прожал Ксюша у нас и уходит в сторону. Килуа все равно делает врыв, цепляется за СФМ. СФМ отпрыгивает назад. Жуа попадает по нему ультой. И надо съедать его, но он не успевает его съесть почему-то. Он уже не попал ультой. Вроде попал. Килуа прыгает на малую-малую. Надо будет здесь добивать. И это закончилось неприятно для команды. Ой. СФМ пытается увернуться. Но куда тут? С подводной лодки уже не убежать. Еще и Паука Джейса залетел. Еще и Грага снова прыгнул. Как же Килуа сейчас отыграл? Это не Азура, это Сасура. Сасура. Ну да. Причем с двумя С в начале. Сасура. Сфландер. Показывает нам повтор. Видите, у Сужи была небольшая проблема. На него вышли со спины, но он за счет флэша и Рагнарёк убегает. И из-за того, что команда потратила уже таун, потратила прыжок Казикса, они попали в небольшую проблему. Правда, Казикс через ульту, потом через прыжок опять откатившийся убежал. Но недалеко, как видите. Его догоняют и малую здесь тоже догоняют, убивают. Китайцы, конечно, обожают делать убийства, обожают ходить за убийствами. Я вам это рассказывал и уже устал эту историю. Сравнение проводить между Европой, Америкой, Кореей и Китаем. Просто Европа, Америка, Корея. Ну, давайте так. Европа и Корея. Они примерно играют сейчас один и тот же стиль игры. И я много уже раз говорил про прошлый год, например, что то же самое было и в прошлом году. Американцы играют немножко в свой лол, а не позволяют себе чиз-пики еще делать. То есть чемпионов, которые... Они играют в тот же самый лолец, что Европа и Корея, но с чиз-пиками. То есть это чизовые чемпионы. Ренектоны, Кледы появляются. И Лаоки, Насусы и так далее. Хотя в этом сезоне пока Европа тоже вроде бы пару чизовых пиков понаделла. Там и Картуса, которого редко кто брал. Еще что-то... Не убьют, не убьют. Все нормально у него. Там Галлио... Грагос будет спасен. Каллисты ультой. То вот Китай, что в прошлом году, что в этом году, они целью ставят себе совершенно другой лол. Если в Европе и вот на Западе главная цель это забрать объект, а потом по возможности убить врагов, которые будут защищать этот объект, то есть здесь сначала убиваем врагов, а потом разбираемся, что будет происходить. Просто надо сначала убивать врагов. Объект нас вообще не интересует. Игроки будут стоять рядом с вышкой, у которой 0 хп. Вы не будете убивать вышку, вы сделаете тавердайв по ним. Вот так вот здесь играют. А в Европе, Америке и там же сам Корее, они сначала убьют эту вышку. А потом будут делать врыв, если противник не отойдет. Но любопытно то, что из-за дракона практически нет здесь сражения. Самый, как говорится, воинственный объект в Европе, Америке, Корее, надо как-то это сокращать уже Европа, Америка, Корея, Як. Як. Вот. Самый распространенный объект, где происходит сражение, это на Шор и, конечно же, драконы. Причем не имеет значения, это Элдер Дрейк или там Оушен Дрейк. За любые вот эти вот драконы сражение идет. Причем прямо рядом с ними. Даже во время убийства этого дракона пройдет сражение. IG также играют. Инвиктос Гейминге, да, точно так же. Там ничего не меняется. Стиль игры у всех команд китайских примерно одинаков. Бывает иногда на них то ли рассудок нападает, то ли что на них нападает. Они начинают играть макро-матч. Вот как предыдущая, например, партия между СС и РВ, СС там сыграли чисто по макро. Четенько, никуда не торопились. Понимали, что лейтгейм не за ними. А вот РВ более безумно играли, зачем-то на Шоров пытались забирать. Хотя у них один из это получилось. Просто называя их Китай и другие. Энджи Азерс. Да, и другие. Рид собирается перерабатывать Вай. Нет, мой мейн. Вильям Тандрей, ты где был? Вай перерабатывают? Я тебя удивлю, Вильям Тандрей. Кто не знает. В патче 8.24. Когда шел патч 8.24, это было С тогда. Патч 8.24 С, по-моему, да. В декабре еще месяце. Рид геймсы объявили, что они хотят изменить Вай. В 9.1 патчи ПБЕ они протестили это. Сказали, что все круто. Но в день выхода патча они это отменили. С намеком на то, что начнется чемпионат. Мы не точно уверены, что Вай будет сбалансирована. В общем, мы это отменяем. Все такие, ну ладно. Значит, еще проведут тесты. Рид геймсы такие, да, мы будем дальше тестировать. В 9.2 еще больше тестов с Вай провели. Сказали, что она будет. В 9.3 сказали, что она будет. Но никак все ее не выпускают, не выпускают и не выпускают. В итоге, вот сейчас в 9.4 у нас патч идет. Но в 9.5 у нас будет небольшое изменение. Но давайте сначала на сражение посмотрим. У нас попытка убить Галлио. Это, конечно, успех. Но Галлио, это не та цель, которую надо было, наверное, убивать. А Галлио может сейчас ворваться и сделать убийство. Но ее перекидывает. Патч у нее закончился. Невидимки. Асуса. Сасура. Давай, стреляй. И уже наконец-то отфлашивается. Килуа его замедляет. И с другой стороны Казикс проиграет. Ноль урона. Но Казикс все же добивает вместе с Эзом одно убийство. Убивают они Калисту. Но даже без Калисты можно будет заканчивать. На Шора команде РВ. Как же по-дурацки провело это сражение команда СС. Они хотели все равно мстить. То есть можно же было просто потерять своего саппорта Галлио. Но они такие. Нет. Мы не будем терять саппорта Галлио. Мы потеряем всю игру. Хотя на Шора почему-то не пошла делать команда РВ. А почему? Уже нельзя оборону брать. Там уже все воскресли. Да. Видимо из-за того, что слишком долго шло сторожение. Из-за этого Роги Уоррерса решили, что мы не успеем все равно сделать на Шора. Так вот. Пока нам показывают повтор. Как вылавливали здесь Малу. Но Малу убежит. Он сейчас увернется. Хоп. Даст Жоню на себя. Галлио дает подкидывание. И все. Малу убежал, ребят. Считайте. Все. Назад. 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 Они такие. Какой назад? Тут, блин. Только файт начался. Ребят. Что такое? А почему он плащ не нажал, кстати? То ли у него плащ на КД был, то ли его не было. Там, кстати, Акали снова делает ОЛН какой-то. Пытается кого-то убить, но ничего не получается. Теряет здоровье и уходит в сторону через ульту. Или просто уходит в сторону, да. Так вот. В 9.4 на ПБЕ. Это который вот сейчас патч. Вай даже уже не рассматривали. Я подумал, что они даже забили на этот баф-дебаф ее. И вернулись. Ой, как Малу здесь остановили. Не дали ему нормально ворваться. Телепортация идет. Но это будет Ургот. Ургот будет вытанковывать очень много урона. Есть у него Жоня! Нет у него Жоня. Есть у него Флэш. Флэш ему не помогает. Его убивает. И Казик соцеливает цели. Акали прыгает дальше. И что-то как-то... Это... Я не понимаю их. Как можно было проиграть в сражении с этими чемпионами? А, может быть, потому что кое-кто ульту не жмет. Например, мистер Ургот. Может быть, потому что мистер Калисто тоже решает, что ульта это так. Для пацанов. Сейчас хорошая ульта. А так-то что кидать Грагаса в противника? Это же бред какой-то. Тогда понятно. Да, у них патч 9.2. Поэтому Акали сильно. Я все... На шор разобирают они. Я все хочу про Акали договорить. Ой, про Акали. Про Вай договорить. Сейчас рассматривается Вай. Опять изменения. Но совершенно другие изменения, ребят. То есть не те изменения, которые должны были дать ей больше урона на кушке, больше урона на ульте. А у Е на ульте, чтобы она давала подкидывание не по одному игроку, а сразу по нескольким игрокам, которые рядом с ней стоят. При этом танковость. Но отнимали бы пассивку у нее. Ну, не отнимали бы полностью, но просто так было задумано, что пассивка была бы слабее у нее. С автоатак на W. Такой был план. Так, Дракона забрала команда РВ. Сейчас отступит с нашим бафом теперь команда СС. Что сейчас они рассматривают на Вай? Вай они хотят усилить урон с кушки и усилить урон просто с ульты. Просто усилить. Цифры добавить. Никаких реворков, ничего такого пока нет у них там в описании. Так, у нас Лиссандра там с другой стороны сейчас делает в рейф. Но к этому моменту уже Галлио погибает. Лиссандра пожалела уже, что делает в рейф. Приходит сюда на сосол. И это, ребят, смерть двух игроков. Возможно, еще Фландера убьет. Но как же хорошо паукает здесь Асура. Асура прыгает вперед на дождь убийства. СОФМ будет ли впрыгивать? Он все бегает, бегает. Даже W свою не кидает. Наконец-то он прыгает. ДАБЛЬЮ! Как же много урона от Казикса вместе с СС. Вот этот аутскейл. Неужели он так рано начался? Просто как бы я говорил, что в лейтгейме команда СС будет сильнее по тимфайтам. Но я не ожидал, что они так рано станут сильнее. Но уже Эз вместе с Казиксом вдвоем просто уничтожает всю команду РВ. А вы тут говорите Каллиста, сильный Адекери. Представляете, что делает сейчас Эз в этой стадии игры. Возможно, знаете, причина в чем? Убийств очень много в игре. Просто очень много убийств в игре. Хотя обычно убийства идут как раз на пользу мидгеймового сетапа, а не лейтгеймового сетапа. Ну да, там у Эза три с половиной предмета уже. У Казикса три с половиной предмета. А он-то как до туда добрался? А ну у него 4-3-5 статистика. Так, что началось? Они делают врыв по Маэстро. Вуджу прыгает, прыгает, прыгает. И уже Килуа, считайте, умер. Он его вытаскивает. Грагас прыгает, промахивается. Но успевает дать проказ. Фландра с прыжка пытается убить Сужу и остальные игроки. Но все это время Казикс вместе с Эзом кидали свои заклинания к Эзу кушку. Казикс W. И как итог, видите, просто разброс урона. Очень хороший у команды СС. Они могут как раз запукать во время тимфайта. И успевают убить противника. Так выглядит как неприятная ситуация для команды РВ. Показывает, что процент победы их уменьшен теперь. У них есть три дракона против одного. С их сетапом они все еще должны быть сильнее в этой стадии игры. Проценты я точно такие же вам давал. Потому что идет все еще мидгейм по факту. Мидгейм, ребят, они все еще должны быть сильнее. Но они как будто неправильно что-то отыгрывают во время сражений. Может, с фокусом проблема. Они просто очень любят обнимать ледяных зомби, Лиссандры. И у нас начинает опять паук устраивать СС Казикс. Там очень много урона от него будет, если подойдет противник ближе. Здесь у нас Фландер пошел на боковую. У него есть теперь уже Жоня для тимфайтов. Ему нужно вводить став. И он может тогда идти в тимфайты в открытую. Уже даже первым впрыгивать. Казикс пока не попадает в свои W. Мне, кстати, на этом скине кажется, что W реже попадается, чем на обычных. Вот серьезно, я как Казикс Мейн могу сказать, что этот скин я не беру просто из-за того, что W я попасть не могу. Мое личное мнение, анимация здесь W боганутая. То ли оно длиннее нарисовано, но на самом деле оно меньше. И поэтому тебе визуально кажется, что ты не попадаешь в свои W. То ли еще в чем-то проблема. Но сейчас что-то как-то они от Джейсона получали паук. Надо отступать уже, да. Всем попрыгать через стенки, да. С Нашер бафом не так хорошо себе. СС провели, но с другой стороны им надо ждать еще одного предмета на Лиссандре, еще одного предмета на Фландре, еще одного предмета на Казиксе, кстати говоря. Ему нужен Даскблейд сейчас. Ну, либо хотя бы Госблейд для мобильности. И, конечно же, Эза. Это тоже касается. Им нужно последний предмет собирать. У него две капли есть. Последний предмет в данном случае, наверное, будет лучше всего БТ даже. Чтобы отхиливаться от Джейса Паука. Но можно и Ласт Виспер даже взять. Потому что у него и магический, и физический урон. Хотя нет, я бы все равно БТ брал на его месте. БТ просто увеличить количество урона, фактически. И при этом всегда иметь щиток над головой у себя. Там еще Дэс Дэнс некоторые тоже собирают. По сути, идея в том же самом заключается. Чтобы Джейс, который кинет в тебя Паук, он не был так страшен, этот Паук. Ты мог восстановить это здоровье тут же назад. Что же касается Фландрика. Фландрика у нас идет в Рободон. А почему у него эти ставки? Там у каждого человека магрес. Ты чего? Фландер! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, ребята, это может быть грубейшая ошибка. Фландер решил идти в Рободон. Когда у каждого игрока уже собран магрес. То есть Акали, Ассасин теряет свою уронность. Танковость-то у нее остается. Потому что Атхил все еще есть здесь в этом патче. Помимо этого у нее будет еще Жоня, чтобы себя спасти. Но это ошибка. Причем грубая ошибка. Здесь очевидно надо было брать войти. Смотрите внимательно. Жуайон. Жуайюн. Два предмета на магрес. У Олаф. Один предмет на магрес, но он довольно крепкий. И плюс сам у Олафа прирост магической защиты очень высокий. У Джейса два предмета на магическую защиту. У Вуджу один предмет на магическую защиту, но у него куча... А, два, кстати. Там же QSS еще. И даже у Килуа два предмета на магическую защиту. То есть все собрали кучу магреса. И они такие... Хм... White Staff ли брать? Да ну нафиг там. То, что у людей по 120 магреса, это никак не влияет. То, что там damage reduction под 60%. И я наношу только 40% от своего максимального урона. Увеличу-ка я свой максимальный урон просто больше. Пофиг, что я от него так и буду 40% наносить. Дракона там забрал у нас Казикс. Тихаря пошел. Очень аккуратно сейчас играет РВ, потому что понимает, что это сражение станет последним для них, если они его проиграют. Потому что больше они выиграть уже никак не смогут. Сейчас они все еще сильнее противника. Но надо правильно провести тимфайт. У них не получилось два раза подряд провести правильное сражение. Поэтому они аккуратно хотят. Правильно провести это не дать Лиссандре добраться до Калисти либо Джейса. Одновременно с этим выбить одного игрока из колеи через Урготу ульту. Ну и перед тимфайтом желательно пополкать через Хуатя на кушке. Потому что у них-то перебор с физикой. Физического урона слишком много. И фокус как раз надо проводить. QSS решил С собрать. Слушайте, а что за ошибки-то пошли? А зачем тебе QSS? От кого он здесь QSS собрался? Карл, подождите. Объясните мне, почему Асура решил собрать QSS? Потому что на OPGG так написано. Один войд стафф не собирает против кучи Магреза. Другой QSS собирает, когда у противников нет ни одного СС эффекта. Там только подкидывание есть. Да, подкидывание ты тоже можешь отменить. Я это много раз говорил. И можно ульту Ургота отменить. Но вряд ли Ургот доберется до тебя. Вряд ли. Ну, то есть, вероятно, что Ургот даст ульту Веза. Это крайне редкая ситуация. Просто крайне редкая. Там, я не знаю. Если Ургот до тебя доберется, то, мне кажется, тебе и QSS не поможет. Ты все равно умеешь. Олаф от топоры, да? От Денайд. Ну, хотя бы Маэстро вроде правильно делает. Я так понимаю, он сейчас Найт Вов хочет собрать. Казиксу нужно, мне кажется, мобильности добавить. Так что, либо Даск Блейд, либо вот Гост Блейд. Два вот этих варианта. Гардиан даже не нужен Казиксу, потому что вряд ли его кто здесь спасет. То есть, если он умрет, то он уже умрет окончательно. Я про Казикса. Но это как-то реально странно. Казикса, кстати, ультой заемк цепляет. Казикс пытается. Как раз вот мобильности не хватает, видите? Мы пришлось потратить ульту, побегать под ней. В него Кушка еще влетает. И на Натшора хочет идти команда РВ. Они помучили немножко Казикса, но Казикс жив. У него нет, правда, ульты. Есть флэш. Как же быстро они его делают. Как же много урона у них. Александр делает врыв. Поздновато делает флэш. W ульта. Откидывается Эдзо у нас. А где же Галли ульта? Галли сверху лететь на нее. Почему так поздно? Прилетается уже, дает подкидывание. Прописывает таун. По четырем игрокам Казикс не может войти в это сражение. Промахивается. Акали туда прыгает. Пытается нанести урон. Эдзо пытается поукать. Казикс, ты будешь воевать или чего? Он кидает только W сверху. И ее явно не хватает. Все перефлэшиваются Казиксу. Хуатяна все же убивает. Казикс не поучаствовал в этом сражении. Фландер делает прыжочек. Казикс занял позицию. Дает W. Хотя бы что-то нанес. Эдзо убивает. Где же твой QSS, когда он так нужен? Потому что он его потратил раньше. Так, а можно я зарепорчу Казикса, ребят? Я это... Мое личное мнение. Казикс не очень хорошо сыграл это сражение. Окей, там Галлио тупанул. Не успел сразу нажать ульту на врыв Лиссандры. Хотя мог это все сделать. Вот, допустим. Чуть-чуть не успел. На Жоню нельзя нажимать ульту. Вы это знаете. Но Казикс за тимфайт... Можно урон посмотреть? Там урон показывают в Китае, я вот не помню. Вроде урона в Китае мы никогда не видели. Мне кажется, Казикс за тимфайт нанес где-то там 800 урона. И это его W дала. Вот здесь вот надо было Галлио давать сразу ульту. Он не успел чуть-чуть. Пошел врыв. Откинули Эзо. Замедлили Эзо. Редемшн не очень хорошо прошел. И Казикс решил пойти наверх. Хорошо. Это хороший ход. На самом деле. Но вот здесь вот надо было влетать вместе с Фландером. Вместе с остальными. Жертвовать собой. Наносить урон по двум игрокам. И Акали бы тогда их всех добивало. В итоге он кинул 2 W и промахнулся. Сейчас кинет 3 W и промахнется. А, ну это этот скин. А, это этот скин, ребят. На нем нельзя попасть W. Я же говорил. Кидает еще одну W. Попадает. И сейчас кинет еще одну W и промахнется. Это все этот скин, ребят. Я же говорил вам. Видите, стример, стример знал. Не берите этот скин, не играйте на нем. Самый крутой скин у Казикс это стандартный, либо Мека Казикс. Это реально крутые два скина. Там скиллшоты попадаются. Урон наносится как надо. А это баганутый скин, видите. W не попадает. Да, там таунт по четырем, а Казикс сверху такой стоит, W кидает. Говорит, я туда прыгать не буду. Как бы, ты можешь таунтить четырех, пятерых. Он в Гардианку пошел, Казикс в итоге. Ну ладно. Это не грубая ошибка. То есть, не такая ошибка, из-за которой ты бы мог сказать, что репорт его. Но вот Рободон вместо Войтстафа, QSS вместо Атхила для Эзо, это уже под вопросом. Перегровку надо из-за Казикса скина сделать, да? Просто W не попадает. Pay to win, ребят. Pay to win. Так, Казикс. Но, видите, вот не попадает. Я говорю, это скин баг. Ой, Килуа. Ой, какая инициация! QSS нажимает Аллу Асура, и ему QSS не помог. Боже мой, какая жесть. Да, уж. Это, походу, какая-то, потому что им нечем теперь отпушиться даже. Там Казикс сражается с Хуатяном, но хватит для урона Казиксу. Хуатяна убивает. Замедляет Вуджу, но на Вуджу он прыгнуть не сможет, уходит в Энвиз. Фландер боится туда ворваться. Казикс бегает под Энвизом. Сейчас кинет W и попадает. Ай-яй, немножко. Ну, кстати, одна телега осталась. Может быть, даже смогут ССовцы отбиться. Здесь Фландер пытается уйти в Эдвиз. Прыгает по нему Вуджу. Наносит урон даже невидимому Вуджу. Такое впечатление. Фландер прыгает. Казикс там с другой стороны дает W. Крепы закончились. Сейчас плащ закончится у Фландера. Может быть, где-то у него врыв. Но решает его не бить. Хотя все же пошел прыжки делать Вуджу по нему. Но тот уходит Джоню. Избивает вышку. Фландер уходит в сторону. Казикс тем временем пытается прийти. Команде начинается избиваться. База. База в беде. Прыгает Казикс. Наконец-то убивает Аниолов. Убивает еще одного. Воскрешается у нас сейчас. Хватит ли урона Вуджу? Прыжочек. И урона не хватило. Поэтому не к Сусюсику. Не к Сусюсику остается жив. Это что такое? Массовые телепорты. Сразу же сюда. И можно идти за... Но там Хуатян жив. У Хуатяна есть ЭП? Не, он играл с этим, с Клинцем. Хуатян против Лиссандра взял же Клинц на линию. Поэтому не может полететь, заканчивать. Пытаются сами теперь уже эсэсовцы закончить игру. И правильно сделают, если получится. Галлио должен давать сейчас ульту просто команде. А Казикс не должен даже заниматься этими крипами. Он должен был сразу просто бежать туда, помогать. Вожи пятеро. Галлио сюда летит. Хуатян делает инициацию. Подкидывание. Таун по нему пропишет. Его убьет. И это, ребят, победа команды эсэс. Ой, такой бред. Там же не может появиться никакие. Да, не может ничего появиться. Это победа эсэс. ТП зарешали. Да. Казикс даже на фэмили пикчер не попал. Он почему-то думал, что его команда не может закончить. Поэтому подпушивал медлайн дальше. На фэмили пикчер даже Казикс не попал. Хотя, мне кажется, он должен был вообще забить на этих крипов и сразу бежать туда. Даже под ультой. Потому что у вас пятеро против одного. И еще будет там 20 секунд. Пятеро против одного. 2-0. РВ проиграли эту партию. Стоило ли им отходить? Вообще, я думаю, стоило, наверное, отойти. С одной стороны, лейтгейм не за ними. С другой стороны, вы открыли гибито, сломали две вышки. И вроде как вам ничего не угрожает. Просто сейчас сбэкайтесь. У вас есть контроль хорошей карты. Вы сможете забрать нашора и потом продавить оппонентов с этим нашором. С другой же стороны, кто бы из вас остановился и не пошел бы заканчивать в такой ситуации. Особенно, где вы... Ну, там проблема, мне кажется, вот ошибка была. А, и мы же не на ютубе. Да, ютуб нельзя здесь включить. С другой стороны, мне кажется, можно было поймать эту Акали и добить. Вот нам концовку покажут? Нет, нам покажут Казикса урон зато. 15 тысяч урона. Очень мало... Как бы С-33, Лиссандра 21. Вот у Казикса в районе 20 тоже должно было быть. 20, 21. Зачем они в пуховиках? Они стильные, ребята. А ты не стильный, поэтому не понимаешь, Вадим Пупков, ничего. Ты ничего не шаришь. Это стильно. В пуховике это всегда было стильно, молодежно и надежно. Сидишь там в трусах дома и ты такой, зачем они в пуховиках? На улице играют. Ну да. Джейс ошибку сделал, когда пошел с Казикса... Да, да, да. Во-первых, Джейс пошел один на один с Казиксом воевать. Потом Ургот начал зачем-то зонить Казикса, когда он не может даже подойти к вам. Вы там Акали поймали на Жоне возле вышки. И вам надо ее просто убить, когда она выйдет из Жоне. А Ургот такой, я сейчас Казикса буду зонить. А зачем его зонить? Что он вам сделает? Он не может так ворваться, как нужно. Ну да, многовато ошибок, конечно, от обеих команд. Это к чему я веду? К тому, что действительно вот эти вот команды вроде неплохие. Вот они, Рогги Вориорс и Снеки и Спортс. Вроде неплохие, а с другой стороны 12-е и 13-е место. И оно как бы понятно почему. Ну что ж, ребят, идем отдыхать. После вечера у нас будет, как обычно, соло-кустрим. Завтра у нас, наконец-то, Корея. Завтра нам рано просыпаться. К 11-е... Сейчас посмотрю, к 11-е я буду просыпаться. Или ко второму Best of 3, если там первая игра будет проходная. О-о-о! Ну, проходная игра, конечно же. Африкафриксы против сэндбоксов. Это мусор какой-то. Да, не, шучу, шучу, ребят. Завтра смотрим сэндбоксов против команды Африкафрикс. Потом Дамвоновцев против Дженейровцев. Лидеры против аутсайдеров. Но учитывая, что это сэндбокс и команда Дамвон. Тем более, что сэндбоксы две игры к ряду проиграли. А Африкафриксы победили команду Кингзоны. Победили, по-моему, Дамвоновцев недавно, да? То есть это надо будет обязательно посмотреть. С Дженейровцами, ладно. Здесь совсем односторонка. Здесь, скорее всего, событием дня это назвать нельзя. Завтра у нас четверг, ребят. И завтра у нас еще будет арена Лул вечером. Ну, а сегодня будет просто немножко соло-ку. Что там с ним? Помогите человеку. Ну, скорую вызовите-то. Ну, что ж... Ай, ну ладно. Всем пока.